Вы слушаете Радио Болткома. Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Добрый день, уважаемые слушатели. Начинается программа «Диагноз недели». В нашей студии врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов. Здравствуйте. Добрый день. И я напоминаю, телефоны в нашей студии, телефоны прямого эфира 67212-93-9, 67213-93-9. Кто вот не может молчать, кому есть что сказать, прокомментировать, предложить, может быть, какую-то свою трактовку событий, пожалуйста, звоните или пишите. Нам можно писать в WhatsApp-е 2306191 номер, также высказывать свое мнение. Наверное, нет страны, которая бы не переживала самый страшный катаклизм гражданские войны. И в Соединенных Штатах Америки гражданская война прошла, разделив там на южан и северян сторонников рабства и его противников. Российская империя пережила страшную гражданскую войну. Ну вот, что общего между гражданскими войнами и насилием в семье? Вот такая неожиданная постановка вопроса. Вот об этом мы будем говорить сегодня. Насколько я понял из всяких экскурсов в историю, гражданские войны отличают одна мрачная особенность. Они зачастую куда более жестокие, чем войны с внешним врагом. Ну вот, насколько та же упомянутая вами гражданская война в Америке, одна из самых тяжелых страниц американской истории, я так понимаю, что она по жесткости, по жертвам, по беспощадности не сравнится ни с участием Америки в Первой мировой, ни во Второй мировой. Ну, может, что-то происходящее во Вьетнаме имело к этому некое отношение. Но, в общем-то, это по написанным книгам и историческим трудам, и романам о тех временах, люди, граждане одной страны, друг к другу абсолютно беспощадны. И жестокость там часто бывает такая ненужная, наверное. Это не просто жестокость завоевателя, это жестокость кого-то кого-то, кто отыграет очень сильные обиды. То есть, как будто становится самоцелью заставить противника страдать. И истории о белых и красных, которых мы все выросли на фильмах, книгах и исторических работах. Даже те же шолоховские рассказы, кстати, где могут родители убивать сыновей, сыновей, родители, братья, братьев. То есть, вот где как раз тема пересекается – насилие в семье с гражданской войной. И вот, мне кажется, интересно, потому что насилие в семье, то, о котором мы сегодня говорим, это очень широкая тема, во-первых. Сейчас рамки его расширены от эмоционального насилия, физического насилия, в самых разных формах. Но ведь тоже, если мы присмотримся, насилие в семье, конфликты в семье, жестокость в семье, обычно куда более беспощадно и длительно, чем, допустим, те же люди, участвующие в конфликтах вне семьи. То есть, если человек агрессивен, и где-то он может просто легко подраться и легко выпустить какую-то агрессию, то то, что происходит в семье, длится месяцами и годами. И я… нет числа моим пациентам, от которых я бы слушал эти бесконечные истории о страхе. Мальчики, девочки, которые слышат шаги отца или матери и заранее замирают в страхе. И они уже по шагам, по шагам, они уже чувствуют какого настроения идёт человек, чего им приходится ждать. Если задуматься, что же происходит с человеком, который наверняка ведёт себя более или менее цивилизованно с детьми, которые растут вокруг него, в других семьях, и куда менее цивилизованно, а точнее, по-зверски, с собственной семьей, с собственными детьми, или с собственной женой, или с собственным мужем, неважно. Можно, конечно, сказать, что это всё легко списать на чувство безнаказанности. То есть, если за пределами семьи ты начнёшь атаковать кого-то, скорее всего, тебя очень быстро… Ну, получишь, да, или ответную реакцию, или, в принципе, осуждение общества и, в общем-то, законы морали. Ну вот почему-то в своей семье, конечно, очень заманчиво сказать, что просто очень трусливые люди, которые знают, что здесь они не получат отпора, здесь их не потащат в суд, и если только не обратят внимание окружающие, то всё будет продолжаться. Причём эта жестокость… Ну, часто есть тексты о том, как издеваются над детьми в приёмных семьях. И это бы есть где угодно, в любой стране, в той же Америке, у нас, в России, где угодно. Ну, к сожалению, я помню, какая-то американская дама хвасталась тем, что вот её ребёнок, усыновлённый, плохо себя вёл, она его заставила выпить острый перечный соус из бутылки, и даже сняла это на телефон, и с гордостью выложила куда-то свои педагогические достоинства. И вот та же история с гражданскими войнами. Почему люди в собственной стране со своими соплеменниками, людьми из одного города, из одной деревни, становятся куда более жестокими? Вот сейчас приближается, пусть в начале августа, моя семья, мы всегда ездим в город Латгалии-Вилика, где в самом начале войны, в начале августа расстреляли всех тамошних евреев, кто там остался, плюс тех, кого ещё и привезли из других стран туда. По-моему, в общем, 520 человек, и там были в основном, там были женщины, дети и пожилые люди. И, насколько известно, это не сделали эсэсовцы, сделали собственные односельчане. Это сделали люди, которые жили в этом же месте, которые стали полицаями, и в общем, всё это было сделано их собственными руками, без особого немецкого участия. Никто их не принуждал, не заставлял. Да, и это тот же вопрос, и это вопрос, который, кстати, читал беседы с людьми, которые пережили все эти времена, пережили эти погромы, и их спрашивали, а до войны вы могли предположить, что ваши соседи примут участие в убийствах? Они говорили, нет, мы нормально жили, у нас были нормальные отношения, мы не дрались, мы не ссорились, мы хорошо общались, встречаясь в городе и так далее. Пугает вот именно эта параллель, то есть вот мы всегда держим в памяти, говоря, уроки истории, то есть вот живя сейчас, встречаясь с людьми на улице, раскланиваясь с кем-то, вот можно ли вот как-то предположить гипотетически, что пройдёт там 5-10 лет, или даже год, и что что-то изменится, и история повторится? — Я думаю, что никто не может это гарантировать. На звонок? — Да. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Нет, уже о жестокости. Значит, почему врачи Латвии не признают психоэмоциональное насилие на работе причиной возникновения расстройств и заболеваний сердечно-сосудистой, нервной, психической системы, не хотят относить их к заболеваниям, избегают даже обсуждения этой темы. Становятся очень агрессивными, когда эту тему начинаешь. И в качестве контраргумента приводят либо газлайтинг, что этого у нас нет, либо вы слишком эмоциональны, либо ещё что-нибудь. — Спасибо большое. Просто вы, наверное, немножко за рамки сегодняшней темы нас пытаетесь увлечь. Я узнаю голос нашего слушателя. Эта проблема его давно беспокоит. Он часто этот вопрос. Я не могу на него ответить. Но, наверное, если вы считаете, что вы являетесь жертвой психоэмоционального насилия на работе, это повлекло за собой какие-то расстройства других систем вашего организма, ну, наверное, вам нужно ввести планомерную кампанию, списываться с Министерством здравоохранения, поднимать юридические вопросы. И тогда я не думаю, что отдельные врачи дружно саботируют ваши проблемы. Наверное, вопрос нужно поднимать. Это не решает семейный врач. Скорее всего, от признания как профессиональное заболевание. И тогда это надо решать на уровне законодательства. — Да, возвращаясь... — Возвращаясь к нашей теме. — Вот вопрос, что же делает очень близких людей, членов одной семьи, родителей и детей, не знаю, братьев и сестёр и так далее, и так далее, или жителей одной деревни, одного города, одной страны смертельными врагами. Вот я, когда об этой теме размышлял, это, на самом деле, парадокс. Мы всё время говорим о ксенофобии. Мы говорим о ненависти к чужим, о страхе перед чужими, о том, что расизм и прочие несправедливости являются проблемой ксенофобии. То, что чужое нас пугает, и мы с этим боремся, пытаемся уничтожить. И это требует некой работы, на самом деле, чужое признать не страшно, кроме рассмотреть. Кстати, ксенофобия, на самом-то деле, это же пугающее слово, но это естественное свойство человека. Человек, который развивался в диких условиях первобытных, это был вопрос выживания. Если ты не относишься к чужому, инородному, как к угрозе, то у тебя великий шанс, что с тобой случится что-нибудь плохое. Может, ты немножко задержалась, но тем не менее, ксенофобия – это наш инстинкт выживания. То, что можно с ним работать, это уже другой вопрос. Так вот, страх перед чужими, вражда к чужим – это на протяжении всей многотысячелетней человеческой истории. Но мы-то здесь имеем дело, если так условно сказать, со своими. Со своими кровными родственниками, со своими детьми или родителями, с теми, с кем мы связаны с рождением, очень близкими узами. И почему здесь, я не знаю, какой придумать для этого научный термин, но как будто есть ситуация, когда страх, ненависть, агрессия со своими превосходит страх и ненависть с чужими. Именно свои становятся объектом разрушения, и отношения с ними становятся объектом разрушения. К сожалению, наверное, в каждой семье есть какие-то свои скелеты в шкафу. Почему там двоюродные тети настолько поссорились, что они прекратили общение между собой? Или даже сёстры, или братья? Очень часто мы можем в семейных каких-то, ну вот как бы копаясь в семейной истории, найти какие-то элементы вражды, которые проходят по семье. Частая история. Но я бы разделил. Вот есть ситуации, что очень характерно, деление наследства. Вот кому-то что-то досталось, а он обманул, а он перехватил, а он не поделился, а мы всю жизнь были там, а теперь нас туда не пускают. И это очень понятная обида. С нами поступили несправедливо, и мы не можем этого простить, и мы не хотим больше общаться. Но здесь речь идёт, в общем-то, не о войне на уничтожение, здесь речь не идёт о насилии, речь идёт о том, что между нами ссора, мы друг друга терпеть не можем, видеть не хотим. Наверное, у многих есть родственники, даже носящие одну с ними фамилию, с которыми больше никогда в жизни не хочется ни видеться, ни разговаривать, тебя это не ранит, это не является какой-то незаживающей раной в сердце, я тоскую по этому человеку, но это просто какая-то отсохшая ветвь. А вот насилие – другая история. С какой момент мы начинаем разрушать? Вот мне кажется, если мы посмотрим, что семья – это некий организм, в общем-то, и, в общем-то, город, деревня, страна – тоже организм. И вот в какой момент этот организм начинает разрушать сам себя? Я думаю, что вполне уместно будет сравнить это с то, что это самоповреждение, начиная от суицидальных попыток, потому что, ну, когда страна сцепилась в две половины схватки и друг друга уничтожают, страна гибнет и народ гибнет. И это очень похоже, если не на попытку самоубийства, то на какое-то насилие над собой, которое обязательно останется, никогда не заживет до конца или поставит саму эту единицу, семью и страну на уровень исчезновения. Есть, как мы знаем, нынче популярная тема, особенно среди молодежи – self-harm – самоповреждение. Когда это свойство больше подросткам, они, когда из-за чего-то расстроены, начинают резать себе руки, ноги не с целью покончить с собой. Вот почему-то это причинение себе боли, пролития крови, каким-то образом снимает внутреннее напряжение. И, кажется, велик соблазн это сравнить с тем, что происходит в таких семейных или гражданских войнах, какое-то ритуальное кровопролитие, ритуальное причинение боли и нанесения травмы. И вот что под этим, мне кажется, тут мало быть психиатром или психотерапевтом. Это должны быть историки, социальные антропологи и еще кто-то, кто даст какие-то ответы. Когда я об этом задумываюсь, у меня есть как минимум два вопроса. Может, по ходу передачи придут еще какие-нибудь. Хочу сказать, что вот наша передача, это кто-то иногда называет их лекциями. Это не лекции. Я, скорее, находя тему, я о ней думаю, размышляю вслух, и часто по ходу нашей передачи или по ходу, допустим, ваших вопросов, Олег, у меня порождаются какие-то другие идеи, другие подходы. Поэтому у нас тут не лекс, у нас, скорее, с вами, уважаемые слушатели, беседы, и ваши звонки иногда тоже приносят вклад и дают мыслям новое направление. Ну, из самых простых объяснений, как мы сегодня задели, как будто внутри семьи можно не стесняться и не бояться наказания. Это же как будто и внутри страны. Ну, правда, и сейчас, насколько я понимаю, уже международное законодательство, судя по тому, что происходило в Югославии и в других местах, уже международное законодательство использует понятие военные преступления. Даже вот если взять Белоруссию, то есть, ну, там, вот, как бы нарушение демократических каких-то процедур уже, как бы... Ну, да, кто-то влияет со стороны. Ну, точно так же на сегодняшний, есть, наверное, еще 100 лет или 200 лет назад то, что происходило в семье, было личное дело семьи, и никто со стороны вмешиваться не мог. Ну, это, по-моему, даже в римском праве право паттер фамилияс даже право жизни и смерти, то есть, он мог лишить жизни членов семьи, и, по-моему, вот, если я не ошибаюсь, ему за это ничего не грозило. По-моему, все-таки жизнь, даже, по-моему, из-за лишения жизни раба что-то грозило, мне кажется, но членов семьи отец до конца своих дней распоряжался, допустим, всем имуществом своего сына, чтобы тот сын не заработал, не создался, все-таки принадлежит отцу, и он имеет право этим распоряжаться по своему усмотрению. Ну, сколько, все-таки, уничтожение членов семьи? Ну, наверное, в те времена с этим было куда проще уйти от ответственности, как и в более поздние времена. На сегодняшний день это уже не так. Есть тот момент, когда общество обращает внимание. Вот не так давно, по-моему, и в России у нас были дебаты о том, можно ли и нужно ли иметь уголовную статью за насилие в семье. Это просто, на самом деле, интересно, потому что, если речь идет об обоях, унижениях, об убийстве, не дай бог, и так далее, для этого уже есть отдельные статьи Уголовного кодекса, в том числе, доведения до самоубийства. А нужно ли это выделять в отдельную графу наказания за насилие в семье? Это отдельный вопрос, ну, потому что, возможно, под флагом это личное дело каждого, человек может уйти от ответственности. Ну, кстати, где-то недавно была история, по-моему, то ли в России, то ли где, я уже не припомню, где женщина звонила, что муж или ее сожитель хочет ее убить, а сотрудник полиции по телефону ответил, вот, когда будут убивать, тогда и вызывайте, потому что можно сделать, и женщину таки убили. После этого у того, кто общал по телефону, были большие неприятности и, наверное, заслужены. Но, с другой стороны, вот есть и другая крайность, тут говорят, что милые бронятся, только тешатся, и известны случаи, когда, например, во время жуткой ссоры там вызывали полицию, пока успевала приехать полиция, уже супруги успевали помириться. То есть, вот, у них вот такая, ну, опять-таки, речь может идти о каких-то вот моделях поведения, но вот побить посуду, покричать друг на друга, это может быть, вот как в некоторых семьях, как в момент какой-то эмоциональной разрядки. Возможно. Если это кончать только криком, битьем посуды, так и ладно. А вот когда это переходит в более жесткие формы выяснения отношений, наверное, тоже трудно закрывать глаза. Что еще, кроме того, что мы не стесняемся себя в семье, то есть, может, неловко перед окружающим. Очень, кстати, часто я слышал от своих пациентов, уже выросшую, что вот папа или мама с окружающим были сущие ангелы. Спокойные, веселые, добрые, чужих детей могли гладить по голове и так далее, и так далее. Дома это было нечто совершенно иное. Дома человек превращался в некого монстра и сел вокруг себя бесконечный страх, побои и тому подобное. Вот мне кажется, что просто дома мы не боимся страха и дома мы или в своей гражданской войне мы ничего не боимся. Это несколько упрощенное объяснение. Возможно, если мы говорим о том, что происходит у нас дома в отношениях, близко живущие люди связаны очень сильными эмоциями с рождения кого-то из них, годами. На самом деле чувства в семье бурлят куда более сильные, чем чувства за пределами семьи. То есть нас непонятно с нашими близкими, с нашими родственниками связывают куда более сильные чувства, чем с чужими посторонними нам людьми. И эти чувства увы близкие и сильные и со знаком плюс и со знаком минус. И мне кажется не в том ли вопрос, что мы так хорошо друг друга знаем или считаем, что знаем, мы так находясь близко способны друг друга задеть и причинить боль, что потом годами не можем этого простить. и часто жизнь превращается в бесконечную войну, в такое осознанное или неосознанное возмездие. Я часто слышал от моих пациентов, что родители прожили в ненависти другу всю жизнь. Они не упускали ни малейшего шанса на скандал, они не упускали ни малейшего шанса на крик, выяснение отношений, попытка любой ценой унизить или задеть. и только не развестись. Вот странный момент, да. Может быть, то, что в семье, вот если мы встречаем человека, с которым мы ссоримся, мы всегда в праве, ну, как сейчас говорят, удалить из друзей. То есть, это человек, который пишет какие-нибудь обидные комментарии, я просто нажимаю на кнопку удалить его из друзей, я просто не хочу тратить время своей жизни на этого человека, я больше его не увижу, я не прочитаю его комментариев, и, честно говоря, мне этого и не нужно. С семьей, наверное, это сложнее, потому что мы не можем, не знаю, брата, сестру, тетю, дядю, не говоря уже о родителях, так просто, или супруга, например, ну супругам да, вот выход развести, но, кстати, не всегда это срабатывает. Не всегда люди разводятся, почему, это отдельный вопрос, вот эта вот страстная привязанность, связанная с разрушением, люди друг друга просто не отпускают, вот, просто не отпускают, и в то же время и простить не могут, и расстаться не могут. Еще отмечками приходит на ум, вопрос этих, этой жуткой ненависти внутренней, когда человек, которого мы считаем близким, по духу, по крови, в семье, или опять нашего соотечественника, вроде как мы все вместе, нам очень легко ощутить себя преданными, что нас предали. это слово предательство, предатель, оно же очень часто звучит и в гражданских войнах, вот мы уничтожаем этих, которые нас предали, которые предали нашу страну, и мы хотим их уничтожить. Я как раз прочитал эту книгу, это известный испанский писатель Артур Перес Реверта, и у него есть книга истории Испании, могу всем рекомендовать. Замечательно, да, очерки такие небольшие. Да, вот он описывает гражданскую войну в Испании, которая была тоже вот одной из самых жестоких гражданских войн, о которых мы знаем за современную историю, то есть людей уничтожали тысячами, потому что они предатели, потому что они разрушают нашу страну, не разрушают нашу историю, если мы в советское время учили все это, что есть испанские фашисты под руководством Франко, и есть борцы за свободу Испании, республиканцы и так далее. Как показывает эта книга и другие источники, что все были жестоки, все уничтожали друг друга беспощадно, причем уничтожали как и воинские силы, так и мирных, хотя бы даже заподозренных в сочувствии к врагу. И вот как пишет Перес-Реверт и по свидетельству многих людей тех времен, эта гражданская война была обречена кончиться диктатурой, правой или левой, неважно. И почему, кстати, опять о своих и насилии среди своих, почему франкисты победили? Потому что они были едины. У них было единое командование, единое всех объединяли консервативные ценности, католическая вера, желание спасти страну от коммунистов и восстановить старые, в кавычках, добрые порядки. В то время как левые силы, это были коммунисты, анархисты, социалисты, все они терпеть не могли друг друга, все они сражались между собой. Вот, кстати, Орвелл в книжке памяти Каталонии прекрасно это описал. При этом еще, кроме социалистов и коммунистов, была Каталония, которая всегда в момент когда слабость требует независимости для себя, а также страна басков, которая, в отличие от Каталонии, еще до недавнего времени, десятилетия, это баско-террористическая организация. Это тоже вопрос, что творит гражданской войны. В собственной стране организация, которая устраивает теракты, взрывы и уничтожает как армейский объект, так и мирных людей. И вот вам пример. Вот насилие в насилии, гражданская война, а в ней в одной из частей еще своя внутренняя гражданская война. И тоже вроде все свои ненависть, вроде все свои убийства друг друга и так далее. Вот тоже испанская война для самых страшных гражданских войн и свидетельство тому, о чем мы сегодня говорим. Я вспоминаю, вот когда гражданская война в России, после уже того, как она отгремела, обе стороны обвиняли друг друга в жестокостях, и белые мигранты публиковали вот фотографии орудий пыток, там, чекистов, в свою очередь есть свидетельство того, что это могли быть наоборот используемые там в следственных органах войск Деникина, абсолютно такие же методы использовались там для пыток захваченных в плен и так далее. Я охотно верю, что все эти методы применяли и те, и другие. Я думаю, это опять-то гражданская война, где жестокость уже не знает никаких границ и всегда есть чувство правоты, потому что они предатели, они разрушают, они уничтожают нашу культуру, нашу страну и в борьбе с ними все средства хороши. Хотя, кстати, вот есть один из моих любимых российских писателей Леонид Юзефович, у него есть книжка «Зимняя дорога» о каком-то фрагменте гражданской войны в Сибири. Вот там, как он написал, что белые и красные с пленными обращались очень гуманно, лечили раненых, кормили почему-то фрагменте гражданской войны все-таки были человеческие чувства. Может быть, это то, что гражданская война уже была, это был практически последний финальный аккорд, не знаю. Вот возвращаясь еще раз от гражданских войн к тому, что происходит в семье. Я повторю, самая поверхностная это вот та самая безнаказанность, потому что это у нас в семье все остается и скорее всего ни дети, ни супруг, не побежит жаловаться в полицию, это все останется между нами. Второе, это все-таки между членами семьи куда более сильные чувства, чем между своими и чужими. чужих у нас ксенофобия, мы чужих вообще знать не хотим, они где-то есть, мы с ними работаем, с кем-то хорошим с кем-то плохим, у нас есть граница, мы держим дистанцию, кого-то допускаем, большинство не допускаем, с этим все достаточно просто, а вот со своими куда-то от них денешься. И вот эти сильные чувства, знаменитая банальность от любви до ненависти один шаг, а еще когда они переплетены в одну целую, в одну странную конструкцию, где любовь ненависть, это вот не знаю, нити, из которых сплетен один канат, и уже не разобраться где что, ощущение того, что предательство, как ты мог или могла со мной так поступить, я тебе этого никогда не прощу, я тебе буду за это мстить, я буду тебя наказывать, ну не знаю, мы не разведемся, но я превращу твою жизнь в ад, свою тоже заодно, потому что чью-то жизнь в ад, твоя от этого райская не становится, то, что ты становишься, не знаю, образами ада говорить, тем котлом с кипящей смолой, в которой кто-то варится, тебе от этого тоже плохо, ты все равно часть того самого ада, и вот это бесконечное наказание и разрушение друг друга, этот гнев, который не ведает прощения, это, конечно, одна из самых страшных вещей, и да, домашнее насилие было бы слишком просто, если мы говорим просто о людях, которые напьются и избивают жену и детей, или мама, которая избивает детей, неважно, история, кстати, с женщин, которые избивали мужа и детей, не реже, но вполне присутствуют, вполне присутствуют, более того, были истории, когда женщина могла убить своего мужа, но в силу каких-то законов, может, более мягко отношения к женщинам, она отделывалась, не знаю, условным сроком, или еще что-то в этом духе, я тоже слышал о таких историях, что называется, из первоисточников, как избежать гражданских войн, это не ко мне, я думаю, какие-то странные исторические процессы, на которые нам очень трудно повлиять, более того, как будто, когда где-то что-то начинается, и оно, ну, не знаю, кто-то сверху вбрасывает из семена раздора, на них трудно повлиять. Ну, мне кажется, что есть все-таки вот какая-то общая, общий рецепт, то, что, например, сейчас происходит в Америке, когда, ну, вот, кто-то был за Трампа, кто-то за Байдена, это действительно, ну, ощущение было какое-то предчувствие гражданской войны, мне кажется, что вот демократическое общество, которое позволяет проговорить все эти проблемы, потому что, ну, не знаю, когда президент, за которого проголосовало, там, 51% населения выходит и говорит, что я победил, но я прекрасно понимаю, вот эти 49%, я обязательно учту мнение этих людей, это как-то снимает напряжение, чтобы вот эти 49%, которые чувствуют себя обманутыми, мы чуть-чуть не добрали, может быть, правда на нашей стороне, чтобы взяться за оружие и пытаться отстоять, вот, не знаю, свою правду. История конфликта в Америке это отдельная тема, и насколько я понимаю, да, кто-то может сказать, что мы теперь один народ, но там и там и там звучит, ага, он трампист, и я с ним теперь не хочу иметь дела, не работал, вот, мы с ним имели дело, но я узнал, что он поддерживал Трампа, и я теперь не хочу с ним иметь ничего общего, то есть, вот это ценности демократического выбора куда-то исчезают, ты имеешь право на свой выбор, но я тебе сделал, что ты об этом пожалел. Ну, я думаю, мне кажется, в Америке одно простое объяснение, Америка богатая и довольно-таки сытая страна. Если мы представим такой конфликт, такого напряжения в бедной стране, где люди и так голодные и злые, и которым нечего особо терять, я думаю, что это приняло совершенно другие формы. В какие-то моменты вот это наличие денег и обеспеченность, ну, погромили магазин, ну, сожгли машины, окей, выпустили пар, машин в Америке много. Что касается семейных отношений, опять мы повторимся, что насилие это не только просто побои, насилие, когда человек годами находится в обстановке страха, когда человек годами выслушивает оскорбления, язвительные колкие замечания, унижения, сравнения с кем-то. Это ведь тоже насилие, и оно изнашивает. Кстати, звонил наш слушатель о психоэмоциональном насилии, которое приводит к проблемам с сердечно-сосудистой, системе, да. И только когда человек живет в такой обстановке у себя дома, это обязательно сказывается так или иначе в физическом здоровье, и на всех окружающих тоже. И люди все эти вещи внесут дальше в свои семьи, это бесконечная история. Я думаю, что насилие в семье на сегодняшний день. Вот говорить об умении договариваться, это, конечно, хорошая идея, но для желания договариваться нужны самые разные стороны. И когда кто-то считает себя абсолютно правым, второго полностью виноватым, почвы для переговоров нет. Наверное, самый радикальный способ борьбы с насилием в семье, увы, это расставание. Причем в этой истории нет победителей, уцелевшим не уходит никто, и каждый, расходясь уносит свою какую-то долю травмы, неважно, это разведшаяся родители, или это их дети, но когда люди расстались, у них при желании есть возможность своей травмой работать и что-то делать, исцелять ее, понимать, что произошло, понимать тот сценарий, в котором ты жил, для этого есть психотерапия, слуги психологов, тому подобные вещи. Что делать в самой семье? Мне кажется, есть, если вы живете с психопатом, то это трудно, с психопатом никогда не договориться, там можно только расставаться или обращаться в органы правопорядка, охраны, если вы люди несовершенные, запутавшись в этих отношениях, мне кажется, всегда, хотя бы один можно сказать, что мы делаем, вот мы живем так, так, так и так, давай сядем и будем разговаривать. По-моему, сейчас жизнь какая-то профессия медиатора, люди, которые посредники в такой беседе, вот, и люди седшие разговаривают, они говорят друг к другу, кто они друг для друга, хотят ли они эти отношения как-то спасать, у них осталась любовь друг к другу, или это все закончилось, идет бесконечная война, и кругом враги и предатели, и начинаются переговоры, если мы расстаемся, значит, мы стараемся сделать это не военным образом, а путем тех самых переговоров, понимая, что у нас есть дети, это должно все это травмировать, но минимально, если мы думаем, что мы еще можем спасти наши отношения, и в каждом из нас есть доля проблемы, неважно, мы родители, муж и жена, неважно, заглянуть в себя, что во мне вызывает ярость, почему я себя чувствую обиженным, преданным, почему я хочу мстить и наказывать, вопрос работы с самим собой, и опять понимание того, что превращая жизнь, окружающая тебя в ад, ты неизбежно живешь в этом аду сам, ты не наказываешь людей из рая, ты их наказываешь из того же самого ада, поэтому вслушив себя, переговоры и с собой, и с другой стороной, и предельно четкое по возможности понимание собственной помощи, помощь какого-нибудь профессионала, что происходит и какие у нас есть перспективы и варианты, это точка отсчета работы, которая только начинается, и когда война заканчивается, переговоры, худой мир лучше доброй ссоры, здесь примерно та же история, начать с худого мира, там будет видно. Резник Мартов и программа Диагноз недели до следующего, нет, через понедельник мы снова встретимся и будет новая тема. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok